Единому Богу слава Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава веки веку Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава веки веку Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава! 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Я рада приветствовать вас, дорогая Церковь Божья И давайте повернемся друг к другу И поприветствуем такими словами Мир тебе! Возможно, в зале есть люди Вы первый раз на таком служении Или вы гости из другой церкви Поднимите, пожалуйста, руку Мы очень хотим вас поприветствовать Мы видим вас Мир вам, дорогие! Спасибо Богу за вас! И Слово Божье говорит Псалом 90 Живущий под кровом Всевышнего Под сенью всемогущего покоится Говорит Господу Прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я уповаю Из этого слова я хочу сделать два вывода Живущий — это не случайно приходящий и уходящий Живущий под кровом Всевышнего Это постоянно пребывающий в поиске лица Божьего и воли Его И именно на таких людях Божья защита Божье благословение и милость И второе Сегодня последнее воскресное служение уходящего года И я хочу сказать, что мы жили под покровом Всевышнего весь этот год На нас была Его милость и Его благословение Но вы знаете, не было бы ничего Мы бы не вошли в покров Всевышнего, если бы не Иисус Христос, Господь наш Имя Которого мы сегодня собрались прославить И давайте помолимся Ему Дорогой Господь, Отец, Сын и Дух Святой Мы благословляем Твое Святое Имя Мы благодарим Тебя за кровь Твою, которая ввела нас под кровь Всевышнего Мы благодарим Тебя, что сень Твоя над нами, защита и охрана И мы постоянно будем прославлять Тебя И просим Тебя, драгоценный Святой Дух Прослай вместе с нами Иисуса Христа Излей свой свет и истину на это служение Веди в нас в покой свой, в покров свой И мы просим Тебя, Господь, будь среди нас Дай нам подойти к Богу радости и веселья И Тебе вся слава и хвала в Церкви Твоей Наш Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь и вся слава Богу нашему Видаемо славу Богу В ньому наша перемоя Видаемо славу Богу В ньому наша перемога Видаемо славу Богу Видаемо славу Богу Видаемо славу Богу Видаемо славу Богу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господь! Аллилуйя! Слава Господь! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Все величие для нашего Бога! Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти. Это означает, что когда мы шли, мы не говорили себе, какой я хороший, какой я молодец, а говорили, слава тебе Господь, я дошел. Господь, это был не простой Бог, это год, но с Тобой мой Бог я прошел. Спасибо тебе, Господь, что ты поддерживал меня. Спасибо, что утешал меня. Спасибо, что показываешь мое будущее дальше. Спасибо, что не оставляешь. Не своей душе спасибо, а вся слава для Бога. Давайте аплодисменты Господу! Только ему сегодня все песни, все благодарение и вся хвала. Мы вспоминаем о его чудесах, о его милости, о его любви, о его поддержке. Нам спасибо. Спасибо тебе, Господь, не нам, а тебе добудет вся слава из каждого сердца. Из каждых уст дозвучит тебе и только тебе, всемогущий Господь. Вся хвала и слава. Ты один достоин, великий Бог. Ты один достоин, всемогущий Творец. Слава тебе, слава тебе, слава, слава и хвала. Аллилуйя. Не нам, Боже, не нам, лишь Богу святому вся слава и честь. Не нам, а Богу подоб, вся слава веки веков. Не нам, а Богу. Не нам, Боже, не нам, лишь Богу святому вся слава и честь. Не нам, а Богу подоб, вся слава веки веков. Святый, святый, святый Бог всемогущий, тот, кто был, кто есть и который грядет. Мы палим и превосносим его в веки. Аллилуйя. Благословен Отец, Господь, ведь наш тущий тот, с которым и сын, воскликни народ. Мы палим и превосносим его в веки. Пусть славит его, владыку всего, земля, небеса и творение все. Мы палим и превосносим его в веки. Аминь, аминь. Наш Господь, наш Бог, ты достоин принять всю хвалу и всю славу, что мы можем воздать. Аминь, 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 слава и честь. Не нам, Боже, не нам, лишь Богу святому вся слава и честь. Не нам, а Богу подоб, вся слава веки веков. Ты святой Господь, ты святой Господь, ты Бог, седержитель натворением своим, ты возвышен в веки. Мы палим и превосносим его в веки. Аллилуйя! Ты восстанник наш, и добрый учитель, всякий хвалит и рад, и мал, и большой. Мы палим и превосносим его в веки. Аллилуйя! Достоин огнец Божий хвалу все принять, а бескупленный кровью его слыхать. Мы палим и превосносим его в веки. Достоин! Благословите его, благодарите Бога за все. Палим и превосносим его в веки. Не нам, Боже, не нам, лишь Богу Святому вся слава и честь. Не нам, а Богу подоб, вся слава веки веков. Аллилуйя вся слава, слова Отцу и Сыну и Духу Святому вчера, сегодня и да будет в веки веков. Мы палим и превосносим его в веки. Мы скажем ему, слава. Слова Отцу и Сыну и Духу Святому вчера, сегодня и да будет в веки веков. Мы палим и превосносим его в веки в веки. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому вчера, сегодня и да будет вовеки веков. Мы вместе скажем «Слава Отцу и Сыну!» Слава Отцу и Сыну и Духу Святому вчера, сегодня и да будет вовеки веков. Все слава для Бога, слава Ему! Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому вчера, сегодня, и да будет вовеки веков, не нам, а Богу, да будет вся слава, не нам, а Владыке, не нам, не нам, а Творцу неба, лишь Богу Святому вся слава и честь, не нам, а Богу Богом. Вся слава веки веков, не нам, а Богу, не нам, Боже, не нам, лишь Богу Святому вся слава и честь, не нам, а Богу Богом. Вся слава веки веков, не нам, Боже, не нам, лишь Богу Святому вся слава и честь, не нам, а Богу Богом. Вся слава веки веков. Вся слава и слава Тебе, наш Господь Иисус, мы возвеличим Твое Святое имя на этом месте, мы превосносим Тебя, великий Бог, мы славим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Иисус Христос за то, что Ты умер за наши грехи, благодарим за то, что Ты взял их на крест, Ты умер и пролил свою святую кровь за каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты воскрес из мертвых, победил смерть, победил болезни, победил всякое проклятие. Благодарим Тебя за то, что даровал нам жизнь, Господь. Благодарим за то, что Ты пребываешь с нами каждый день, как Ты сказал в Своем Слове, «Сея с вами во все дни». Благодарим Тебя за то, что до этого места Ты позволил нам дойти. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты был с нами. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сейчас есть с нами. Спасибо Тебе, Господь, что Ты и будешь с нами, и дальше. Мы Тебя на этом месте прославляем, возвеличиваем и превозносим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь прославим нашего Господа. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Мы можем присаживаться. Перед нами есть, братья и сестры, важные объявления. Прошу нашего внимания. Первое объявление касается нашей молодежи. О том, что сегодня в 18.00 будет молодежный клуб. Здесь, в фраме, поэтому мы приглашаем всех молодых людей на молодежный клуб. Сегодня вы в 18.00. 4 января, это следующее воскресенье. У нас будет первое служение 2015 года. Это будет особенное служение. На этом служении будет совершено рукоположение служителей. Также на этом служении будет заповедь причастия. И на этом служении будет проповедовать наш старший пастор, наш епископ, пастор Филипп. 4 января у нас будет первое служение 2015 года. 6 января, это во вторник, наших поместных церквей не будет, а мы, братья и сестры, собираемся по местам, собираемся на калятки и будем приглашать наших неверующих, родных, близких, знакомых на 7 число на рождественское служение. Поэтому сегодня уже есть пригласительные, их можно будет взять в фойе при выходе. Также они будут и на следующем воскресном служении. Поэтому 6 числа вместо поместных церквей мы собираемся вместе. И мы будем идти, калядовать и приглашать людей на праздничное служение Рождества, которое состоится 7 числа. 7 января у нас будет два рождественских служения. Это будет первый поток на 10 часов и второй поток на час дня. Это будет прекрасное, радостное служение, братья и сестры, на которых мы будем петь много песен. Детки приготовили особенную постановку. А также будет звучать евангелизационное слово, призыв к покаянию. Поэтому мы на это служение приглашаем наших родных, близких и знакомых. 7 января у нас будет два праздничных рождественских служения. И 10 января, это в субботу в 12.00 у нас будет детское рождественское служение. 10 января, в субботу в 12.00 это будет детское рождественское служение. Это все наши объявления. А сегодня наши детки, они приготовили стихи, они хотят прославить нашего Господа. Давайте мы их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ И за все подяку Господу складаю У недельную школу я люблю ходить И за это я хочу Господа хвалить Шил Господа хваю за мою мамочку, за тату и всю семью Я дуже сильно дякую и за бабусь, и дедусів, моих сестричек и братів АПЛОДИСМЕНТЫ И еще не все перелечили, за все подяку хотели За очки и ушка и в уста, за Сина Божого Христа За сонце и трави, за леси и поля Дякую Боже тебе вся земля АПЛОДИСМЕНТЫ Брати та сестрички, тата и мами Дякуйте Богу разом із нами Чи ви дорослі, чи ви маленькі Дякуйте Богу щирим серденьком Ясного дня, чи похмурої днини Дякуйте Богу кожну хвилину Спасибо, дорогие детки Пускай Господь вас благословит Слава Богу, братья і сестры, давайте мы сейчас поднимемся Мы совершим молитву за наших детей Детки от 3 до 6 лет Могут отправиться на служение воскресной школы Давайте мы помолимся за них Если вы даже пришли сегодня в первый раз С вашим ребенком, которому от 3 до 6 лет После этой молитвы можете отпустить ваших деток В фойе их встретят учителя А после служения их можно будет забрать в одном из классов в малом зале Помолимся за наших детей Наш драгоценный Господь Иисус Мы благодарны Тебе за наших детей Благодарим Тебя за то, что с самого раннего возраста Они могут слышать Твое Слово Твое Слово, оно как семя сеется в их сердце Прорастает и приносит плод Благослови, Господь, чтобы их сердца были доброй почвой Чтобы они верили в Евангелие Верили в Слово Твое Благослови учителей воскресной школы Чтобы они могли передать Твою истину, Господь Дай им любви, терпения и благодати Твоей Мы благословляем это служение воскресной школы Во имя Иисуса Христа Аминь Детки могут отправляться на служение воскресной школы Церковь перед нами Есть особенное время, время поклонения И знаете, Слово Божье говорит За все благодарите Мы Сегодня У нас последнее служение в 2014 году С одной стороны, это был Непростой год Но с другой стороны, в этом году Бог Очень много явил нам милости Очень много явил нам благословения И знаете, как важно для нас сегодня Просто поблагодарить Господа за все Давайте найдем сегодня Пускай Дух Божий поможет нам сегодня в наших сердцах Просто покажет за то множество благословений, которые Бог сделал для нас Братья и сестры, мы живы Мы здоровы У нас есть семьи Мы в Доме Божьем У нас есть множество, множество, множество вещей, за которые благодарить Господа Знаете, у меня трое детей И самому младшему два года И он так еще потихоньку начал разговаривать Но так еще слабо говорит Но когда мы ему что-то даем Когда мы ему в чем-то помогаем Когда мы какие-то мелочи для него делаем Он всегда говорит Спасибо И может делать это по 10, по 20 раз в день Может даже и больше И знаете, когда он делает Благодарит Так искренне, по-особенному Хочется еще ему делать какие-то блага, блага и блага Знаете, когда дети благодарные Это раскрывает сердце родителей Давайте мы как благодарные дети Будем благодарить нашего Господа И говорит За все благодарите Давайте с благодарностью поклонимся нашему Богу Ты покрыл нас своим величием Милостью своею покрыл И мы стоим В вере пред отцом своим Ведь агнец Божий нас не скупит Теперь темно прославит вся земля И я сводить не буду взгляд С воскресшего царя Великий Бог Великий Бог Ты спас по благодати меня Оживила сердце милость Твоя Великий Бог Великий Бог Великий Бог Ты спас по благодати меня Оживила сердце милость Твоя Ты покрыл нас Ты покрыл нас Своим величием Своим величием Милостью своею покрыл И мы стоим И мы стоим В вере пред отцом своим Ведь агнец Божий нас искупит Теперь темно прославит вся земля И я сводить не буду взгляд С воскресшего царя Великий Бог Великий Бог Великий Бог Великий Бог Великий Бог Ты спас меня Ты спас по благодати меня Оживила Оживила сердце милость Твоя Великий Бог Великий Бог Великий Бог Великий Бог Ты спас по благодати меня Оживила Оживила сердце милость Твоя Великий Бог Великий Бог Великий Бог, Великий Бог, Ты спас по благодати меня, Оживила сердце милость Твоя, Великий Бог наш. Великий Бог, Великий Бог, Ты спас по благодати меня, Оживила сердце милость Твоя, Великий Бог наш. Великий Бог, Великий Бог, Ты спас по благодати меня, Оживила сердце милость Твоя, Великий Бог наш. Великий Бог, Великий Бог, Ты спас по благодати меня, Оживила сердце милость Твоя. Наш чудный и славный Бог, мы на этом месте восхваляем Твое имя. Мы превозносим Тебя, нашего Царя и нашего Бога. Мы благодарим Тебя, Боже Великий, Который сотворил все вокруг. И видимое и невидимое, все в Твоей власти. Это все Твое, Господь, вся вселенная Твоя, Ты Царь над нею. И Ты нашел нас, Господь, Ты избрал нас. Ты послал Своего Сына, чтобы Он спас нас. Мы благодарим Тебя за это, Боже наш дорогой. Ты искупил нас по милости и благодати, Кровью возлюбленного Сына Божьего. И теперь мы Твои дети, теперь мы Твой народ, И мы здесь, на этом месте. И мы Тебя славим, мы радуемся в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя за все, Господь. Присоединяемся к небесам, поклоняемся Тебе. Превозносим Тебя, наш Царь, наш Бог. Великий, милостивый Бог. Великий Бог. Великий Бог. Ты спас нас. Ты спас нас, благодати и премьер. Великий, милостивый Своей. Ты спас нас, благодати и премьер. Оживи вас, сердце, милость Твоя. Дорогой Господь Иисус Христос, мы сегодня любуемся Тобой на этом месте. Любуемся Тобою. Святой, праведный, чистый, милосердный, добрый, верный. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пришел на эту землю, оставив небо, чтобы спасти нас. Ты оставил небеса небес и принял образ человека. И жил среди нас. Ты показал нам путь. Ты показал нам сердце Отца. Мы благодарны Тебе, что Ты сам прошел этот путь, Господь. Ты пошел на крест и понес наши немощи, наши боли, наши грехи. Ты воскрес на третий день и открыл нам путь в небо. Ты готовишь нам место, чтобы могли прийти туда и быть с Тобой вечно. Ты заберешь свою церковь. Мы благодарим Тебя за вечное царство любви и доброты. Благодарим Тебя, наш Бог. На этом месте мы так хотим Тебя прославить сегодня. Мы так хотим возблагодарить Тебя. Святой Дух, дорогой, наполни каждое сердце, наполни каждое уста, чтобы мы могли принести жертву благодарности для нашего Господа Иисуса. Он достоин принять всю славу от своей церкви, от своего народа. Мы хотим принести эту жертву благодарения в радость и в ликование. Мы хотим почитать нашего царя и нашего Бога, любоваться Тобою. Мы просим, будь сегодня среди нас, будь в центре этого служения. Дорогой Господь, чтобы мы могли провести это время с Тобою. Господь, в этой корзиночке написаны нужды. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты призришь на этих людей и благословишь их. Мы в радости и с доверием, с благодарностью приносим Тебе все наши нужды, все наши бремена. Ты прежде нашего прошения знал. Все, о чем мы попросим, мы благодарим Тебя, наш добрый Божий. Сколько милости Твоей было в жизни нашей и есть, и еще будет. Мы благодарны Тебе за избавление. Мы благодарны Тебе за радость спасения. Мы благодарны Тебе за исцеление, за восстановленные семьи. Мы за все Тебе благодарим. И пусть на этом служении все говорит о Твоей славе, все говорит о Твоем величии, о Твоей доброте и любви. Благословенный Царь, благословенный Бог, просто любуемся Тобою, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Господь, что мы в числе избранных Тобою. За все Тебе будет слава, честь и хвала на этом служении и во веки веков от Твоей Церкви. Во имя Иисуса. Аминь. Царь, давайте мы прославим нашего Бога от всей души, от всего сердца, от всего разумения, от всей крепости, от всей силы. Тебе вся слава, Бог наш, драгоценный, милостивый, любящий, милосердный, добрый, высокий, превознесенный, близкий, родной Бог наш, царь наш, Господин наш. Слава Тебе! Слава Тебе! Отче добрый, милосердный! Слава Тебе! Слава Тебе! Вся слава Тебе! Вся слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Иисусу! Присаживайтесь, пожалуйста, дорогая церковь. Спасибо, левиты. Слава нашему Богу! Братья и сестры, у нас сегодня последнее служение 2014 года. Через три дня уже будет Новый год. Каким был этот год для нас, 2014? Для каждого разный. Но, наверное, для всех нас очень волнительный, переживательный год. Но, дорогие братья и сестры, мы его прожили. Мы живы, мы сыты, мы одеты, мы в церкви, и мы славим нашего Бога. Давайте мы еще раз прославим Его. Бога, который не отнял своей милости, Бога, который благословил нас, помог нам прожить этот год. Сколько молитв было свершено в этом году? Мне кажется, так много еще не было. Мы молились, мы просили, мы уповали на Бога. А Он слышал нас. Знаете, недавно, перечитывая нужды с молитвенной корзинки, знаете, на чем я себя словила? Читая нужды, листочек за листочком, я словила себя на том, что чем дальше, тем мне труднее читать. Мне не хватает терпения. Потому что были перечислены в каждой записке много нужд, каких-то болезней, каких-то потребностей. И я за собой наблюдала и видела, чем дальше, тем тяжелее мне читать, не хватает терпения. Братья и сестры, знаете, что я подумала? А как у Бога хватает терпения круглые сутки, многие тысячелетия подряд слышать, как к Богу обращаются люди. И когда мы устаем и засыпаем, то где-то есть страны, в которых люди бодрствуют, они продолжают молиться и просить Бога. И Бог круглые сутки, многие годы, столетия, тысячелетия подряд слушает нас. И Ему не надоело, Ему хватает терпения и милости благословлять нас. Давайте мы вас дадим за эту славу Богу. Ни один из нас не мог бы сделать этого. Но наш Бог, полный терпения, любви и милости, Он слышит нас, наши нужды, и Он милует нас. Никто бы не смог этого сделать. Эта ноша для нас была бы невыносима. Но насколько широкое, глубокое и доброе сердце у нашего Бога, насколько Он терпеливый и насколько Он милостивый, все познается в сравнении. Дорогие братья и сестры, откройте, пожалуйста, миссис со мною Псалом 102. Псалом 102. Наша сегодняшняя проповедь будет называться «Радость в обмен на благодарность». Радость в обмен на благодарность. 102 Псалом, открывайте, пожалуйста. Целый год мы просили. Сколько было положено на чашу весов, молитв, просьб. Дорогая церковь, давайте сегодня положим на вторую чашу наши благодарности, и пусть их будет настолько много, что они перевесят все эти просьбы, все эти нужды. Мы воздадим Богу славу, хвалу и благодарность. За что мы будем сегодня Бога благодарить? Прежде всего, за все милости, которые оказывал нам Господь в 2014 году. Аминь, братья и сестры. Давайте прочитаем 102 Псалом с 1 по 10 стих. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Это Псалом Давида. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилю, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается, ни вовек негодует, ни по беззакониям нашим сотворил нам, и ни по грехам нашим воздал нам». Аминь, братья и сестры. Что здесь делает Давид? Обращается к самому себе. Это псалом, когда Давид сам с собою общается. Это такое самое наставление. Он смотрит внутрь себя и говорит, «А ну-ка, давай, Таня, вспоминай все Божьи милости». Он говорил, «Давид, а я сегодня обращаюсь к себе и говорю, «А ну-ка, давай, вспоминай все Божьи милости. Вспомни, сколько Бог сделал тебе благ. Вспомни, он здесь говорит, он прощал твое беззаконие. Сколько раз ты обращался к нему, говорил, «Господи, прости, он прощал тебя». Сколько раз он исцелял твои недуги. Он избавлял от могилы твою жизнь. Вспомни еще, знаешь что? Что он не по беззакониям и не по делам воздал тебе. Нет. Сколько раз мы ошибались, падали, спотыкались, а Господь все равно продолжал любить нас и миловать. Аминь, братья и сестры. И здесь сказано, не забывай всех Божьих благодеяний. Ведь Бог не должник наш, чтобы он должен был нам что-то воздавать. Мы ему ничего не давали в долг. Все, что он дает нам, это его великая милость и благодать, а не его долг по отношению к нам. Дорогие братья и сестры, когда мы Бога благодарим, когда мы вспоминаем его милости, мы тем самым радуем нашего отца. Мы сегодня уже слышали, брат Юра приводил пример о своих детях. Дорогие родители, вы, наверное, больше всего меня поймете. Когда бы к вам подходил ваш ребенок, знаете, наверное, чем старше ребенок, тем дороже были бы его слова, и говорил, дорогой папочка или дорогая мамочка, ты у меня самый лучший, ты у меня самая добрая, я так тебя люблю. Я думал, что сердце любого родителя готово было бы отдать все такому ребенку. Насколько оно расположено к такому ребенку. Дорогие братья и сестры, даже каменное сердце родителя растает. Сердце нашего Бога не каменное, оно любящее и доброе. Он благоволит к тем людям, которые замечают его милости и благодарят его. Давайте, знаете, что мы сегодня сделаем? Пусть сегодня будет необычайное, такое простое, семейное служение. Давайте мы прямо с места воздадим Богу благодарности за 2014 год. Пусть это будет наша семейная жертва Богу. Давайте будем вспоминать Божьи милости. Из места братья помогут, они будут подходить к вам. А если далеко, вы крикните просто с балкона, как помиловал вас Бог. Может быть, Бог благословил ваше здоровье или исцелил вас, вы были больны в 2014 году. А давайте мы об этом вспомним и скажем Господу спасибо. Возможно, Господь спас вас в этом году, и вы заключили с Богом завет или крестились Святым Духом. Давайте скажем за это Богу спасибо. Возможно, у вас родились дети, а у кого-то родилась семья. А может быть, у вас спаслись ваши родные и близкие. Давайте скажем за это Богу спасибо. А может быть, Бог избавил вас от зависимости, или от страха, или от депрессии. Давайте скажем за это Богу спасибо. А может быть, вы работу хорошую нашли в этом году, или вам повысили зарплату. А может быть, вы приобрели машину или квартиру. Давайте скажем за это Богу спасибо. А может быть, Бог вам дал крепкий сон, а многие годы вы не могли спать. Давайте скажем за это Богу спасибо. Дорогие братья и сестры, множество другого, что горит в твоем сердце. Давайте пусть сегодня от нашей церкви, от нашей духовной семьи к Богу пойдут благодарения. И я верю, что Господь Иисус Христос будет благоволить к нам. Братья и сестры, это не будут просто дежурные слова. Знаете, Богу очень будет приятно это. Я верю, что Бог преклонится к нам, чтобы услышать каждую благодарность, которую мы сейчас Ему скажем. Братья, пожалуйста, помогите. Кто первый? Смелый. Давайте вот прям отсюда начнем. В этом году Бог исцелил меня от псориаза. Слава Иисусу Христу. Да, давайте будем славу Богу воздавать. В этом году Господь исполнил мечту, я смогла быть в Израиле. Слава Иисусу. А давайте будете подниматься, чтобы видели, кто свидетельствует. Сестра Раечка, поднимитесь, да. В этом году Бог исцелил полностью мои ноги. Две ноги мне еле ходило. Слава Господу. Слава Иисусу. Сестра Рая. Знаете, мы сегодня утром говорили о вас. Вы настолько помолодели. Вот где-то у вас механизм поломался, знаете. И вы вместо того, чтобы стареть, наоборот, молодеете. Даже некоторые вас с вашей дочкой перепутали. Слава Богу, что обновляется подобно. Орлу юность наша. Спасибо Богу. Да, пожалуйста. Вот сестричка еще. А давайте Юра еще. Да, да. Спасибо Богу, что в этом году мой муж и дочь приняли завет с Богом. Слава Богу. Спасибо. А я хочу тебя остановить, Валя. А ты мне скажи, сколько твой муж ходил с тобой в церковь, прежде чем это свершилось? 20 лет. 20 лет. Сестры, которые молятся за своих мужей. Вас знаете Богу славу. 20 лет. Она молила за своего мужа. И он заключил завет с Богом в этом году. Спасибо Богу, что в этом году мы смогли купить квартиру. И не только купить, а и сделать ремонт. И за три месяца мы вселились и уже живем. Слава Иисусу. Мы радуемся с тобой, Валечка. Да, пожалуйста. Да. Можете подняться, чтобы вас просто видели. Да. Я благодарна Богу за то, что он меня спас, за крещение, за новых друзей, за то, что я в такой прекрасной церкви. Спасибо. А сколько тебе лет? 20. 20. Слава Иисусу Христу. Мы радуемся с тобой. Да. Дякую Господу за то, что он научил доверять Ему. И дякую Господу за то, что он научил жертвовать с чистым сердцем. Спасибо, брат Сережа, орденоносец. Я очень благодарю нашему Батю Небесному, нашему Господу, что он в такой тяжкий и трудный час поддерживал нас. Что он устрелил мне мою дитину. У меня дочка очень болит. Не ходила 8 месяцев. Сейчас она передвигается без костелев. И прошу, что Господь... Мы сегодня не просьбы, исключительно благодарности. Воздаем славу Богу. Спасибо, брат Сережа. Бог даровал мне ни единого дня, не дал мне болеть в этом году. И даровал мне замечательную квартиру. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Да. Где еще? Да. Я благодарна Богу за любовь в моем доме, в моей семье. И благодарна, что Господь дал способности и возможности построить дом. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу построить дом. Спасибо. Да, пожалуйста. Я благодарна Богу за то, что Он исцелил у моей дочери пищевую аллергию. Слава Богу. Мы радуемся вместе с вами. Да, пожалуйста, Ром. Благодарю Господа за двухкомнатную квартиру, которая появилась в этом году. Слава Богу. Видите, дома, квартиры. Время сложное, но Бог благословляет своих детей. Да, сестра Таня? Хочу поблагодарить Бога за служение. Прежде всего, что Бог доверяет и дает новое служение. Хочу поблагодарить Бога за бывшего мужа, который купил сыну двухкомнатную квартиру. Спасибо. Спасибо Богу. Хочу подяковать Господу за то, что в этом году женился мой сын. Я стала бабушкой и за все благословения, которые были в этом году. Бабушка, вы посмотрите на бабушку. Я же говорю, механизм поломался. Спасибо. Я хочу поблагодарить Господа за то, что Он благословил мне работу именно такой, как я хотела. И исцелил мою племянницу Карину. Спасибо. Спасибо нашему Богу. В этом уроке Бог исцелует мне сердце. Спасибо Богу. Слава Богу. Спасибо. Да. Благодарю Бога за мою внучку, которая родилась здоровенькая в этом году, вопреки всем прогнозам врачей. И за Божие обеспечение, которые Он являет каждый день. Слава Богу. Спасибо. Давайте мы, давайте, сестричка, а потом балкон. Да. Я благодарю Господа за мой отдых летом. Во время отдыха я там свидетельствовала, и один человек покаялся. И также я благодарю за исцеление. Когда я болела, лежала в больнице, туда привезли бабушку 89 лет. Я ей свидетельствовала, и она тоже покаялась. Слава Богу. Слава Господу. Спасибо Господу. Да, брат Юра, пожалуйста. Балкон к вам идут. А уже пришли. Хорошо. Я благодарю Бога в этом году покаялся мой папа, и Бог благословил нас квартирой. Слава Богу. Слава Богу. Да, давайте балкон. Я сестра Таня. Дякую Господу за то, что моя мама 88 лет приняла Господа, пішла в небеса спасеною в этом году. Человек мой после 15 лет, что я за ним молилась, тоже вернулся до Господа. И четыре мои песни служат для Царства Божьего на радио Еммануил. Слава Богу. Спасибо. Спасибо Господу. Да, брат Володя. Брат Володя тянет руку. Дякую Господу за исцеление моей жинки вытяжкой хвороби и за мою благословенную семью. Аминь. Слава Богу. Мы радуемся вместе с вами. Да, брат дорогой. Дякую Богу. Я стесняюсь сильно. Спасибо. Ты дякуешь Богу, что ты стесняешься? Не, в общем. За жинку, за семью, за друзей, за домашку. И за работу, на которую я хожу, с удовольствием. Спасибо. Вот последнее, что с удовольствием, это было ключевое. Слава Богу. Дякую Господу за квартиру. Слава Богу. Мы вас поздравляем. Да, дорогая сестричка. Я благодарю Господа за работу мужу. В этом году за его обеспечение. И благодарю за освобождение моей мамы, Любочки. Спасибо. Спасибо Господу. Мы благодарим его вместе с вами. Да, брат. Хочу подякувать Господу за служение, которое он благословил в этом году для меня. И за финансы, которыми он благословляет. Слава Богу. Слава Богу. Мы благодарим Бога за обеспечение. Дякую Господу, что два моих сына купили в этом году квартиру, сделали ремонт и переселились. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу поблагодарить Бога за поступление моей внучки, племянницы, дочки. Внучки, племянницы, дочки. Все куда-то поступили. Да. Слава Богу. Мы радуемся вместе с вами. Пожалуйста. Подяка Господу за тих служителей, которых он поднял в миссионерском домашнем стиле «Савище». Слава Богу, брат Юра. Дякую Господу за можливість бесплатно навчаться в Америке моих детей. За их возможность приезжать в этом году в отпуск литом. Дякую дуже Господу за то, что в нашей церкви мою внучку принесли до Господа. Дякую за можливість, за их успешное закончение колледжа в Америке и поступление в университет. И за то, что дав Господь возможность бесплатно навчаться и жить в Америке. Слава Богу. Мы радуемся с вами, дорогая сестра. Есть еще кто-то на балконе? Брат Володя. Благодарю Господа за то, что он осуществил мою мечту. И мы с женой были в этом году в Израиле. И за то, что в Катюбинском по воле его, по милости его родилась поместная церковь. Слава Богу. Брат Володя, я не случайно тоже была там в Израиле вместе с вами в этом году. И тоже благодарю за это Бога. Да, пожалуйста. Я дякую Богу за стиление. Моя голову перекосило полностью на правую сторону. Мы нашли грижу в шейном отделе. На сегодняшний день у меня работала полностью рука. Я здорова. Я славлю любовь за это. И у меня сын безкоштовно поступил в университет. Я хочу подякувать Господу за служение, которое он мне доверил. За то, что у меня такая прекрасная домашняя группа. Слава Господу. Слава Богу. Благодарим Бога. Да, брат Юра. Дякую Господу, что он мне подарил в этом году внука. И за работу. Дякую Господу. Слава Господу. Слава Богу. Спасибо. Братья и сестры. Все, да, на балконах? Еще, брат Саша. Я благодарен Господу за то, что у нас был хороший отдых. Бог организовал с хорошей командой. И там на отдыхе моя жена тонула, но Бог ее руками неверующих спас. За это благодарю. Слава Богу. Слава Богу. Я благодарю Бога, что я в домашнюю, что я хожу в церковь. Сколько же тебе лет, скажи? Мне 11. Умница. Поздравляем тебя. Поздравляем, что ты нашел прекрасную духовную семью. Братья и сестры, еще вот, пожалуйста, сестричка. Да. Большое спасибо, что меня, верующая людина, привил в Бог всю церковь, церковь спасения. Слава Богу. Да, пожалуйста. Юра, вот еще сестричка, смотрите. Да, держала руку. Спасибо Господу, что я, он меня исцелил по-женски и благословил ребенком в этом году здоровым. Слава Богу, сестричка, мы радуемся вместе с вами. Спасибо Богу за приобретение жилья. Слава Господу. Братья и сестры, служение идет, рук все больше. В этом году я несу два дополнительных служения в хоре и в тюремном служении, за что благодарю сильно Бога. И мой сын летом, 7 июля, упал, прыгал, нырял, да. Ему ставили, значит, было подозрение на перелом основания черепа. Он абсолютно здоров и он жив, чему врачи очень удивлялись. Слава Богу, что Бог хранит жизнь нашу. Да. Я благодарю Господа за исцеление моей сестры. Ей не надо делать операцию. И благодарю Господа за исцеление меня от зависимости. Слава Богу. Мы радуемся, что вы свободны и вы с нами. Да, пожалуйста. Доброго дня, церковь. Я из Донецка. Я просто дякую Богу, что сейчас жива. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, что вы здесь с нами. Доброго дня, Рома. Благодарю Богу, что вы область в служении, область в финансах и дает здоровье. Слава Богу. Спасибо, Господа. Я хочу поблагодарить, что Бог исцелил меня от правого яичника, потому что он был увеличен. И я смогла служить на домашней группе помощника. Слава Богу, Ирочка. Мы поздравляем тебя. Да. Я благодарю Бога за то, что он слышит и отвечает на все молитвы. Вот внучка сидит рядом, когда у нее сильно болела нога, она попросила, я помолилась. И у нее сразу боль прошла. Слава Богу. Слава Богу. Слава Господу. Здравствуйте. Раньше мой сын пропадал, Бог его спас. И в этом году он укрепился и сотворил новую семью. У меня теперь есть дочь. Женился. Женился, да. Слава Богу. Поздравляем Наташу. Поздравляем. Я дякую Богу за исцеление. Кілька років назад мені врачі рекомендували зробити операцію на щитовитке. Но Бог исцелил. Слава Богу. Мы радуемся с вами. Да. Дякую Господу. Я дякую Господу, що в мене, я з дитинства вірю в Бога. І ніколи не зробила я своїх абортів. І народила п'ять дітей. І слава Господу. Слава Богу. Дякую Богу народився племінник. І в домашній групі нові люди прийшли, покаялись. Слава Господу. Слава Богу. Бог помог купить квартиру і дал служення. Слава Богу. Це жена, я так понимаю, да? І Бог нам ще помог в тому, що подняли мене зарплату. Поздравляю. Це дуже важливо. Ну, вот давайте ще, да. Я благодарю Бога за те, як он нас благословлял в цьому году нашу дизайн-студію. Світло. І благодарю за можливість строити свій дом в цьому году. Слава Богу, Світа. Слава Богу. Давайте ще три чоловіка. Я так же дякую Господу Богу за своїх дітей і за своїх внуків. А так же за те, що Господь відповідає на наші молитви. Нашій тішці 89-й рік. І ми дякуємо Господу, що він її тримає в полному здраві і приясному розумі. Амінь. Слава Богу. Приємно слышати, коли к тещі относяся так хорошо і уважительно. Я благодарна Богу, що за один год я приняла водне крещення, мені мама приняла водне крещення, він благословив нас машиною, і Бог благословив служенням дякона і наполняє домашкою. Слава Богу. Це все в один год? Да. Слава Богу. Я благодарна Богу, що в цьому году ми змогли зробити ремонт в нашій квартирі. І приїхали, і вже живемо полтора місяця. І я благодарна, що Бог посылал дуже багато людей, які допомагали, трудились советом, делом, руками. І ще дуже благодарна Богу за те, що є служення, за те, що є наша церковь, за все служення, за все слово. Я благодарю Господа за те, що він мені дал нове служення, і за те, що він більше мені відкривається, приближається, і що забирав на небеса. І що? І що зробив в кінці? Забирав на небеса. Забирав на небеса. Кому интересно, можна после служення подойти і узнать об цьому подробні. Дорогі братья і сістры, ви давайте ми все вместе аплодисментами роздадим Богу славу, честь і хвалу. Простите те, котрим ми не подошли. Я знаю, що це служення могло бы продолжаться многие-многі часи подряд, тому що у нас є за що благодарити Бога. Аминь, братья і сістры. Знаєте, коли ми Бога благодарим, сердце наполняється радістю. Я хочу вам дати один дуже цінний совет. Буває, ми утром просыпаємся і не завжди в отличному настроїні. Ми буваємо даже подавлені с утра. Или чем-то расстроені. Кто поднимет нам настроение? Люди? Не всегда. Я сам могу поднять себе настроение. Каким образом? Когда я буду благодарить Бога, мое сердце наполнится миром і радістю. Ви слухаєте мене, братья і сістры? Я не власна над своими чувствами, но я власна над своими решениями і поступками. Я не могу заставити себя любити, но я могу принять решение. Я буду делать добро. Я не могу заставити себя радоваться, в этот день, который нам предстоит, радостными і счастливими. Аминь, братья і сістры. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 2 Коринфянам, 4 глава. 2 Коринфянам, 4 глава. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 4 глава. А как же быть тем людям, у которых этот год был очень тяжелый? Может быть, много скорби вы переживали, переживали или страданий, или болей. Возможно, вы узнали страшное известие о себе или о своих родственниках, близких вам людям, и вам было очень тяжело. За что благодарить Бога в таком случае? Я хочу сегодня обратиться к вам. Благодарите Бога за Его благодать, что Он рядом с вами. Благодарите Бога, что Он не оставил и не покинул вас. А вы представьте, что была бы эта ситуация, но вы были бы не христианином. Вот тогда тупик и выхода нет. Но мы христиане, мы Божьи дети, Бог рядом с нами. Его благодать с нами. Мы можем пережить любые трудности, испытания и боли. И за них тоже мы будем Бога благодарить. Давайте мы прочитаем с 8 по 18 стих. 4 глава, с 8 по 18 стих. Апостол Павел говорит. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть другими словами Павел говорит. Мы постоянно ходим по лезвию бритвы. Над нами висит как бы приговор. Мы как бы приговорены к смерти. Нам смерть угрожает каждую секунду. Нас притесняют, нас давят. Смотрите дальше. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Да, меня могут убить. Это говорит апостол Павел. Но тогда откроется жизнь Иисусова во мне. Я христианин, мне вообще нечего бояться. Чего мне бояться? Обстоятельства я буду победителем, если не опущу руки. Смерть я не буду бояться, потому что тут же будет воскресенье, я пойду к Богу. И вот он пишет дальше. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, и потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью. Дорогие братья и сестры, Павел говорит, мне бывает очень трудно. Обстоятельства теснят. Смерть дышит в затылок. И так бывает скорбно и тяжело. Но я благодарю Бога за обилие благодати. Вот я жив. Я все еще жив. И поэтому есть надежда. Пока я жив, есть надежда. И даже тогда, когда я умру, я пойду к Богу. И он не боится. Он благодарит Бога. И он говорит, я переживаю от обилия Божьей благодати. И это вызывает во мне такую благодарность по отношению к Богу. Я его благодарю. Смотрите дальше. В шестнадцатом стихе. Поэтому мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. А знаете, что написано в оригинальном греческом переводе? Мы не расстраиваемся, когда смотрим на видимое. Потому что мы знаем, что видимое временно, а невидимое вечно. Дорогие мои друзья. Тот человек, который верит Богу и любит Бога всем сердцем. Когда он переходит в трудности. Он в этих трудностях познает только одно. Обилие Божьей благодати. Божью близость. Божью любовь, которая его наполняет. Божью поддержку. Знаете, я хочу сказать вам. Этот год лично для меня, как для человека, был очень сложным. В каком отношении? В отношении моего здоровья. Знаете, я всегда была такая энергичная. Я и сейчас такая энергичная. Но раньше меня абсолютно ничто не могло сдерживать. Я что хотела, то делала. Я могла приказать себе встать в любое время. Лечь в любое время. Пойти, куда я хочу. Сделать, что хочу. И вот начало 2014 года, оно первый раз в моей жизни ударило по моему здоровью. Так что я уже не могла делать то, чего я хочу. Этот год был сложный. Но знаете, этот год был самый важный в моей жизни. Потому что я многие вещи поняла не умом, не теоретически, а сердцем переживши. Дорогие братья и сестры. Когда ты переживаешь что-то в своей жизни, тогда ты по-настоящему это понимаешь. Знаете, что я поняла? Прежде всего я поняла, что Бог никогда не оставляет своих детей. Какие бы ни были обстоятельства жизни. Запомните, когда нам тяжело, Бог близко. Когда нам очень тяжело, Бог очень близко. Когда очень-очень-очень тяжело, Бог очень-очень-очень близко. Я это поняла как никогда. Обилие Божьей благодати. Сердце, которое ликует и радуется, независимо от обстоятельств. Знаете, что я еще поняла? Вот эти вот слова, которые писал апостол. В немощи проявляется Божья сила. Когда я немощен, тогда силен. Я это смогла пережить в жизни. В этом году. Когда я поняла, что церковь строит не человека. Церковь созидает и строит Бог. И когда ты немощен, Бог проявляется в своей силе. Он испытывает тебя на верность. А потом Господь благословляет и поднимает тебя. Дорогие братья и сестры. Наш Бог не оставляет свой народ. И в радости, и в трудные моменты. Я хочу, чтобы мы могли сейчас увидеть одну иллюстрацию. Видеостудия, покажите, пожалуйста, картину. Как вам? Такая симпатичная себе картина, правда? Красивая природа. А знаете, что это? Это картина из бисера. Вот представьте. В общем, это красивая картина. Но бусинки бывают разного цвета. Вы заметили, есть бусинки светлые. Есть бусинки темные, даже черные. Есть бусинки яркие. Есть бусинки тусклые, серые. И если смотреть на одну бусинку, ты не понимаешь, почему она такого цвета. Но когда ты смотришь, в общем, на картину, ты видишь прекрасное творение, прекрасная картина. Бусинка к бусинке, бусинка к бусинке. И получилась картина. Дорогие братья и сестры. Вот так вот бывает в нашей жизни. Бывают разные дни. Бывают дни светлые. Бывают дни темные. Бывают даже дни черные. Бывают дни яркие. Бывают дни серые. И сестры, только на один день, ты не понимаешь, почему так. Но когда ты смотришь на общую картину твоей жизни, ты видишь это прекрасное Божье творение. День ко дню, день ко дню Бог складывает и плетет картину нашей жизни. Знаете, когда я это поняла, меня это очень сильно утешило. Не надо сосредотачиваться на одной бусинке, если она не того цвета, если она темная или она черная. Братья и сестры, мы меньше бы расстраивались, когда бы понимали, доверяли Богу. Бог все контролирует. Его намерение о нас во благо, а не на зло. Вы знаете, почему расстраиваемся? Потому что мы зачастую не понимаем Бога. Мы не понимаем, что происходит. Потому что смотрим на день сегодняшний только. А давайте мы посмотрим на всю картину в целом. Наш Господь обещал нам, что Он будет рядом с нами. Наш Господь обещал нам, что все дни, во все дни нашей жизни, Он будет рядом с нами, и Он благословит нас. Пусть для вас это будет великим утешением, что Господь Иисус допускает в нашей жизни разное. Но это все ради одного. Картина нашей жизни, она будет прекрасная, она будет благословенная. Знаете, в 117-м псалме, в 24-м стихе, вы можете не открывать, там одно предложение, оно звучит так. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. Когда я размышляла, сей — это сегодняшний день. Вот сей день сотворил Господь. Сегодняшний воскресный день сотворил Господь, чтобы мы могли возрадоваться, возвеселиться в этот день. Понедельник для меня пока что завтрашний день. Но когда я завтра утром открою глаза, для меня это будет сегодня. И я смогу провозгласить те же самые строки. Сей день сотворил Господь, чтобы я возрадовалась и возвеселилась в онный. А во вторник, когда придет вторник сегодня, Я смогу произнести те же самые строки. И знаете, что я поняла, братья и сестры, для меня это является откровением. Ни одного дня Бог не создал в нашей жизни для поражения. Я могу каждый день своей жизни провозгласить с верою. Сей день сотворил Господь для радости и для веселья. И даже если мне будет очень тяжело, Бог даст мне благодать и радоваться. Что это будет за радость? Это будет христианская Божья радость, которая не зависит от обстоятельств. Бог даст тебе радости, когда ты примешь решение Богу доверять, Бога благодарить, когда ты будешь знать. Ты все поймешь позже, почему так происходит. Просто останься Богу верным, люби Его всем сердцем, держись за Него руками, ногами, зубами, как говорит пастор Филипп. И ты поймешь позже, почему так было, почему были разные дни, ты поймешь позже. И когда ты это поймешь, поверь, у тебя в сердце будет только одно – благодарность по отношению к Богу. Ты поймешь, насколько Он благ, велик и добр. Аминь, братья и сестры. В 22-м псалме, группа пространения, проходите, пожалуйста. В 22-м псалме, в 6-м стихе есть такие строки. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. И я пребуду в Доме Господнем во все дни. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Скажите вместе со мной, все дни жизни? Давайте еще раз, все дни жизни? Я еще раз вам скажу, все дни жизни. И светлые, и темные, и яркие. А представьте, чтобы была вместо этой картины вот только белые дни. Знаете, чтобы это была? Простыня. Вы бы любовались простынею? Вот сейчас я вывешу ее, и будет только белый цвет. Ну, что в ней красивого? А смотришь, и черный уместный, и яркий вовремя, и белому есть место. И в общем, в целом смотришь, чудесная жизненная картина. Господь Иисус Христос будет с нами во все дни нашей жизни. Каждый день. Поверьте в это. Давайте мы будем Бога за это благодарить. За обилие Его благодати. И благодарность по отношению к Богу. Оно обязательно потянет с собой радость в моем сердце. И вот вы будете радостным человеком. Не от того, что вас кто-то обрадовал. А потому что вы благодарный Богу человек, который Богу доверяет. И его сердце наполняется миром и радостью. Давайте мы сейчас поднимемся. Дорогой брат, дорогая сестра. Какое сегодня славное, чудесное служение. Сколько мы услышали благодарности. И это же было только начало. Мы просто ограничены во времени. Нам есть за что сказать Богу спасибо. И за милости Его, и за трудности. Ведь только трудности, они привлекают нас к Богу. Давайте будем честными. Ведь 80% людей, которые здесь стоят, обратились к Богу изначально. Потому что в жизнь пришли трудности. А что сегодня нас удерживает на коленях? В основном трудности. Что прилепляет нас к Богу? Когда все бросили, когда никому не нужен. Ты понимаешь, ты нужен Богу. Очень сильно нужен. Все дни важны в жизни. Все дни важны. В темные дни мы чему-то учимся. В светлые дни мы радуемся. В яркие дни мы просто ликуем. Праздник жизни. И все эти дни важны для нашей жизни. Давайте мы знаете, что сейчас сделаем? Вот буквально несколько мгновений. Побудь с Богом один на один. Пролистай этот год. Вспомни события этого года. Если было радостно, скажи за это Богу спасибо. Было тебе тяжело, скажи Богу спасибо за обилие благодати, которую Он послал. И ты смог прожить это. Не сломаться. А стать добрее, стать мудрее. И вот ты здесь, и ты жив. Давайте несколько мгновений. Это будет личная молитва по отношению к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Церковь. Дорогая Церковь. Сегодняшнее служение это последний аккорд в произведении. Вы знаете произведение играли, 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 играли. В конце бау. Такая мажорная нота. Это восклицательный знак этого года. Ты шел, 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 шел. В конце восклицательный знак, который говорит о радости, ликовании. Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас всей душой в этой песне прославим Иисуса Христа. Пусть это будет последним аккордом. Пусть это будет восклицательным знаком 2014 года от нашей Церкви. Прославляем Иисуса. Слава, слава, Арцу Божьему. Слава, слава, Арцу Божьему. Возвеличит, Возвеличит ты, достоин славы всей. Великим наш Бог на фоне. Поем тебе хвалу из сердца своего. Великий славе наш Господь. Возвеличит ты, Возвеличит ты, достоин славы всей. Великим наш Бог на фоне. Поем тебе хвалу из сердца своего. Великий славе наш Господь. Ему вся слава, слава, слава. Ему вся слава, слава. Возвеличит, Возвеличит ты, достоин славы всей. Великий наш Бог на трое. Поем тебе хвалу из сердца своего. Великий славе наш Господь. Великий славе наш Господь. Господь, Великий славе наш Господь. Всю славу Его воздадим, всю честь, всю хвалу, благодарение. Великий славе наш Господь. Великий славе наш Господь. Более всего за Тебя. За Твою близость, любовь, доброту, принятие. За Твою простоту, Господь Иисус Христос. Боже, Ты простой. Ты близкий нашему сердцу. Ты просто принимаешь нас такими, какие мы есть. Мы Твои дети. Мы Твои друзья. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус Христос. За жертву святую. За жертву непорочную. За то, что мы омыты Твоей кровью. За то, что мы покрыты Тобою. Благословенный Царь Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за весь этот год. За каждый месяц. За каждый день. За каждое событие. В отдельности и в целом. От нашей Церкви. От Церкви спасения. Прими благодарение. За все служения. За все спасения. Исцеления. Освобождение. За укрепленные семьи. За рождение новых семей. Детей. За все, что было. Мы благодарим Тебя. Прими на этом служении. Жертву хвалы и благодарности. Но более всего. Мы благодарим Тебя. За то, какой Ты есть по отношению к нам. Мы можем на Тебя всегда рассчитывать. И мы не будем бояться. Ты с нами. Ты наш Бог. Во веки веков. Во имя Иисуса. Аминь. Церковь прославшего Господа. Возвеличь. Того, который. Возлюбил Тебя. За славу. Велик и славе нас. Господь велик и славе нас. Великий славен наш, Господь, великий славен наш, Господь. Слава тебе, Иисус! Вся слава тебе, Иисус! Слава! Мы сейчас совершим еще одну молитву. Это будет молитва за людей, которые хотят покаяться, обратиться к Богу. Возможно, вы в первый раз на служении. А возможно, вы были несколько раз и приглядывались. А возможно, вы отступили от Бога. Сегодня ваш день обратиться, возвратиться к Богу. Последнее служение 2014 года. Успейте сделать это в этом году. Чтобы встречать Новый год уже спасенным человеком. Если придет Господь Иисус Христос, я готов. Я жду моего Бога, не в страхе, не в ужасе, в радости, как моего Спасителя. Пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Мы хотим совершить за вас молитву. Оставьте свое место. Те, которые привели вас, помогите, пожалуйста, пройти вперед. Мы совершим за вас молитву. Это будет молитва. Господи, прости меня. Води в мое сердце, Господь Иисус. Стань моим Господом и моим Спасителем. Мы ждем вас, дорогие. Не стесняйтесь, пожалуйста. Проходите. Проходите сюда, драгоценные. Для вас эти аплодисменты. Вы смелые люди. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите. С балконом. Оставьте балкон. Проходите сюда. Если вы в малом зале, поднимайтесь наверх. Я зову вас не к человеку, я зову вас к Господу, который прощает, исцеляет, освобождает, меняет, преображает жизни. Прежде всего, прощает грехи. Дорогие друзья, кто еще не вышел. И те, которые уже вышли. Иисус Христос единственный, кто не свершил ни одного греха. Ни одного, даже в мыслях. Если бы Иисус свершил хотя бы один грех, он бы сам нуждался в Спасителе. Но Иисус не свершил ни одного греха. Поэтому Он является нашим Спасителем. Абсолютно святым, совершенным. Его кровь абсолютно драгоценна. Он не нуждается в спасении сам. Потому что Он совершенно чисто, сто процентов. Даже в мысли не допустил греха. Ничем Бога не оскорбил. Никогда. Поэтому Его кровь святая, драгоценная. Она омывает и очищает наши души. Она меняет нас изнутри. Бог не только прощает нам наши грехи и забывает то, что мы делали. Он меняет нас. Чтобы мы начали жить другой жизнью со всем. Мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Новым. Давайте мы сейчас перед Ним покаемся. Скажем, Господи, прости меня. Очисти мой душ. Убили мои одежды. Живи во мне, Господь Иисус. Склоните, пожалуйста, ваши головы. Повторите вместе со мной эту молитву. Господь Отец. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Совершенного Божьего Сына. Прости меня, Господи. Иисус Христос. Я осознаю, что я грешник. Прости меня. Войди в мое сердце, Иисус. Очисти мою душу. От зла, греха, беззакония. Живи во мне, Иисус. Я верю. Ты понес мои грехи. Ты умер на кресте. И воскрес для моего оправдания. Я принимаю Тебя, как моего Господа и моего Спасителя. И благодарю Тебя, что Ты принял меня во имя Иисуса. Аминь. Мы благословим вас. Церковь, давайте помолимся. Господь Иисус, мы благословляем наших братьев и сестер. Мы, как церковь, их благословляем, разрушаем власть греха, зла, проклятия в их жизни во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их дух, душу и тело. Мы благословляем все сферы их жизни. Господь Иисус, запечатлит Духом Божьим, что они есть Твои дети. Возроди их дух. Дай им это рождение свыше. Чтобы они были членами Твоей божественной семьи. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, это аплодисменты для вас. Не уходите, пожалуйста, еще. Это для вас аплодисменты. Мы хотим познакомиться с вами, вручить вам подарки. Это Евангелие. Это книга нашего старшего пастора, который поможет вам делать первые шаги за Богом. И знаете, церковь это духовная семья. Есть множество чудесных церквей. Ходите в ту, где вам будет хорошо. Но если вы будете с нами, будем этому очень рады. Да благословит вас Господь. Слава Богу. Церковь спасения. Давайте еще раз прославим нашего Бога. Будь ласка, мы можем присесть на короткий час. Перед нами відеостудия приготовила відеозвит за этот месяц. Поэтому, пожалуйста, операторы, мы можем включить. Вітаю вас. Здравствуйте. Сегодня мы хотели поделиться с вами новинами останнего месяца 2014 року. Это был прекрасный год. Несмотря на события, которые могли омрачить нас, если оглянуться назад, то руку Божью видно в каждом дне нашей жизни. И есть много прекрасного, о чем хочется вспомнить. Например, ты знаешь, что в этом году к церкви спасения присоединилось более 400 человек. А это значит, что столько людей изменили направление своего пути навстречу Богу. А ще було проведено стільки прекрасних служень. Звучало багато цікавых та корисних проповедей. И уяви, що за рік відбулося понад 30 тисяч зустрічей домашніх церков. Це був справді чудовий рік. Как итог пройденного года в церкви спасения прошли отчетные конференции. И, кстати, в этом месяце был мой любимый пест. Пест подяки. А чем он отличается от обычного поста? Пест – это специально выбранный час для молитвы за конкретные потребы. Это, конечно, святомое утримание от ежды. А пест подяки – это святомое неутримание от ежды. И в этот раз мы дякуем Богу за все благословения, которые он совершил в нашем жизни протягом года. Социальное служение в этом месяце отправилось с подарками к членам нашей церкви, которые из-за ограниченных возможностей находятся дома. Каждому из них собрали особенный вкусный рождественский подарочек. А ще для ветеранів війни та для діточок з кризових семей Софіївській Борщагівки були зібрані пакунки. В Яшневской городской больнице організовали рождественскую евангелизацию. Для людей пели калятки и дарили им праздничные наборы. Также поздравили персонал. А для самой больницы закупили продукты. Ира, вот меня хвилюет всю нашу такую передачу одно запитание. Скажи, пожалуйста, что у нас тут делает эта ялинка? Я где-то когда-то таки чувствовал, что это вообще языческий атрибут. Ну, на самом деле это очень старая традиция, но языческое тут совсем ни при чем. Зеленое дерево, в данном случае елка, это символ жизни, символ жизни христианства. И, между прочим, первым, кто нарядил елку, был христианский реформатор Мартин Лютер. Так ось чему в нашому парку так багато ялинок. До речі, їх же ж можуть заработать для того, щоб прекраснити свій дім. А ты знаешь, несколько лет назад таки было на самом деле. Но с тих пор желающие братья-волонтеры каждую ночь охраняют наши елочки. А в этом году вокруг нашего парка уже поставили забор для того, чтобы лучше оберегать территорию. В нашей церкви действует семейное служение. И в этом месяце для выпускников семейного семинара был организован специальный вечер. Романтическая атмосфера, угощения, выступления – все это было для семейных и собирающихся создать семью пар. Это было время, когда каждый мог вспомнить первую встречу, свадьбу и много других прекрасных и важных моментов жизни. На передодній свят у каждого дуже багато справ. Приготування, подарунки. Проте не потрібно забувати про робочий клопіт. Так, наприклад, у звукостудії зараз робота просто кипить. Пишутся нові в пісні та фонограмах. І пропоную вам зазирнути туди, щоб подивитися за цим процесом. Ну вот и пора заканчивать наш последний в этом году выпуск новостей. Позади было много прекрасного, но впереди нас ждет лучшее, светлое и доброе. Бажаємо вам гарних свят. Нехай цей час буде наповнений особливими чудесами в вашем житті. На все добре. До свидания. Субтитрувальниця Оля Шор